Услуги по организации игрового процесса путем предоставления возможности использования дополнительного функционала игры за дополнительную плату не подлежат освобождению от налогообложения НДС. Их реализация облагается НДС по ставке 18% в общеустановленном порядке. То есть смысл заключается в чем? Мы играем в танки. Игра условно бесплатная. То есть мы можем спокойно ее скачать, начать в нее играть, 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 играть. Потом мы решили купить премиум аккаунт. Или нет? Давайте лучше так. Купить что-нибудь более значимое. То есть, например, премиум танк. Неважно какой. Самый дешевый или самый дорогой. Плевать. Казалось бы, игра бесплатная, поэтому налог не должен. Но нет. Потому что если вы что-то покупаете в эту условно бесплатную игру, она уже перестает быть условно бесплатной. И вы этот премиум танк покупаете с надбавкой 18%. Во всяком случае, так должно работать. А вот кто будет платить эти 18%, будет ли это платить Wargaming или будете платить вы? Это большой вопрос. Итак, поехали дальше. Так, налог на Google. С принятием этого закона придется оплачивать иностранным компаниям НДС. Так, если говорить более точно, все зарубежные организации здесь дали перечисление таких самых популярных и известных организаций. Там в том числе Apple, Sony, Microsoft. Ну вот, игровые компании, оказывающие услуги в электронной форме российским гражданам, живущим на территории РФ, пользующиеся банковскими картами РФ, имеющим российский сетевой адрес покупателя, российский телефонный номер, обязанным воплачивать налог на добавленную стоимость. Соответственно, если иностранные организации осуществляют свою деятельность без представительства на территории РФ, они обязаны встать на учет в ФНС России и платить налог. То есть, если у вас представительства нет, но вы здесь что-то продаете, вы или давайте остановитесь на учет, либо вы пойдете лесом.